здравствуйте уважаемые зрители подписчики канала мы продолжаем проходить игрушечку фобос 1953 есть у меня одна мысль насчет вот это вот фигни всей она странная она мне пришла на монтаже но почему бы и нет это вполне логично смотрите здесь у нас есть формулы игреки минус иксы равно обеда у нас же эти игреки иксы по сути есть открытки ну то есть 953 это игреки в 917 это иксы 53 минус 17 это 36 36 36 и вот это вот наверное а б это и есть 36 не знаю почему но наверное да наверное как то так мы где-то очутились какой-то библиотеке в хранилище в чем-то непонятном там висит график дежурство здесь стенка которая нельзя пробить умеет тот противогаз давай отсюда выходить посмотрим что на той стороне опять бабайкин будет бегать очень это похоже мне кирпу но будет будет бегать по-любому причем в этот раз у меня фонарика нет понимаешь фонарика то у меня нет а чем-то я свечу это странно так мужчина вы чё тут помните была записка про то что кого-то таскали по кругу да там типа труп вместо осмотра походу это и есть это место осмотра утомился просто конечно работа первое место страшное свет периодически вырубают так вот с фонариком ходить приходится блин а насколько классно сделают практически кинематографической да наверное реальная фотка хорошо дверь дверь кстати не дверь ну смысле она не работа так как а как мы не дальше так уж пена с него что-то взять а а ты-ты-ты-ты-ты хоть вот тихо 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 начали тут Короче, этот весь страх идёт из моей головы Я, кажется, понимаю, куда мы выберемся Знаешь, куда мы выберемся? В самое начало, где это всё заложено Мысли реальны И, можно сказать, материальны Они не берутся ниоткуда И не исчезают в никуда Они живут в различных формах И излучают вокруг Некоторые чувствуют это излучение Другим для этого нужны Особые приборы Недостаточно просто обнаружить мысль Её нужно Понять Эти игры опасны Очень опасны Неправильно истолкованная мысль Приводит к смерти Ну нет, туда я больше не пойду Нафиг носить Хотя Просто ради эксперимента А, ну да Тогда точно не пойду Так, докладной записка Мы не можем больше скрываться от руководства МГБ Происходящее в нижнем секторе бункера Особенно после вчерашнего самоубийства начальника лаборатории Каур застрелился из табельного оружия Его труп сейчас хранится в процекторской С утра уже было несколько попыток в бегство У младшего офицерского состава Младший лейтенант Сиротин был застрелен в состоянии острого психоза Напоминающий приступ бешенства Поскольку он представлял серьезную опасность для сотрудников лаборатории Все попытки самовольного ухода со службы пресекаются Кхм Задержанные изолируются в камер Старший лейтенант Кузьмин Лейтенант Гаврилов Майор Андреев Бунт на корабле Ага Приказ по комплексу И кровяка, да? Всем сотрудникам в срочном порядке Отменить любые увольнения и находиться в состоянии полной боевой готовности Трех человек выделить на охрану главного электрического распределителя Двух человек поставить у запасного генератора Усилить патрулирование по периметру комплекса Свет держит включенным во всех помещениях и коридорах между ними При необходимости замены ламп тут же сообщать дежурному Каждый сотрудник должен находиться на виду как минимум еще одного человека При любой нестандартной ситуации объявляет тревогу Незамедлительно поднимать Нать в состав И стягивать сотрудников к месту происшествия На каждой штатной ситуации Представлять рапорт в течение получаса А может это мы Вот этот черногорский? Просто забыли? Короче, они тут Режим ЧС объявили Я понял Откуда там столько ртути? Хм Ну давай, противогази А, Б 36 Окей Ну, можно вот туда попробовать, да? Типа тут вот он не может пройти А вот туда может А-а-а Окей Вообще не спорю Откуда он вывалился? А-а-а А что там за дверь? Ну ладно Ну у меня есть глаз теперь Что я могу сказать? Глаз этот вообще круто А тут мало чего есть Так Без логики Без логики Без логики Просто потому что А-а-а А в смысле? Я сейчас не очень понял Что вообще с глазом Что вообще с глазом получилось? Мы его туда закатили Через него Как-то посмотрели На дверь Она открылась И это очень Тупо Я даже не знаю Это опять же подтверждает Что может Черногорьевские Это мы? Ну по крайней мере А почему бы нет Монет Приказ Выключить красное Сдох бы Псы Рвали до смерти Угроза Он поехал что ли? По-моему поехал Личное дело Черногорьево Омск 96 Образование Среднее Русско-венгерское Атеист Холос За границей Не был Радиуса 1906 Году Многодетной Семьи Отец Русский Пушной Промысловик Мать Швея Меховых Кожных Изделий По Исхождению Мать Ярка Отец Пропал Без вести При невыясненных Обстоятельствах В 1910 году Мать Умерла От Легочного Воспаления В 1913 Кроме Арестованного Семьи Было Еще Два Мальчика И Девочка Которых Определили В Омский Детдом Арестованного Спецприемника Был переведен В городскую Детскую Больницу Промышлен Креста По Причине Острой Пневмонии В детской Больнице Пережил Психологическую Травму Когда Из ошибки Медперсонала Провел Ночь В больничном Морге Был доставлен Туда Бессознательном Состоянии Связь С братом И сестрой Поддерживал До 16 Года По словам Работников Детдома К сестре И испытывал Особые чувства И проявлял Подложить К ней Наибольшую Заботу В 16 Году Старший Брат Погиб Оказавшая Случайным Свидетелем Налета На аптечную Лавку Средний Был Осужден За вооруженный Грабеж И отправлен Колонии Строгого Режима Для Несовершеннолетних При Пересылке В 19 Году Был Расстрелян Вооруженная Охрана При попытке Бега В 21 Году Арестованный Окончив Школу Интернат Нардо Поступил На работу Сибирскому Фактуру В качестве Помощника Мастера По пошиву Кожаных Изделий В 23 Году Поступил Который Был Угод На порядке Зачислен На первый Курс Омского Аграрного Института В 25 Оставил Учебную Работу Внезапно Уехал В Ленинград Где С 27 Года Работал Милицией В уголовном Розыске Должности Криминалиста Проявил Значительные Способности В раскрытии Преступлений Но Уже В 33 Году После Расскрытия Серия Особенно Жестоких Убийств Оставил Сумел Каким-то Образом Повлиять На начальника Прокуратуры Был отпущен Под временную Подписку О невыезде Что Делал В период Между 33 И 39 Неизвестно Так как Арестован Отказался Давать Показания По этому Поводу Из Бреста Снова Отправился В Ленинград И получил Должность Торже Детского Сада В 42 Году Был отправлен На фронт В составе Пехотного Батальона Воевал В районе Датского Фронта В долгое Время Считался Безвести Пропавшему Как позже Выяснилось В 43 Году Дезертировал При странных Обстоятельствах Сумев избежать Встречи С военными Патрулями В 1947 Году Был замечен И опознан В районе Московского вокзала Города Ленинград И объявлен В розыск Но поиски Ничего не дали В 1951 Году Вновь Опознан После происшествия Драматического Театра Где По показаниям Очевидцев Убил Двоих Гравителей Покушавшихся На его Гражданскую Жену И вступая С ними Физическое Соприкосновение По материалам Протоколов Участкового Был выявлен На квартире Своей Гражданской Жены Но смог Скрыться От преследования Обнаружив При этом Необъяснимые Способности При попытке Задержания Его Собственного Дома Паррализовал Двух Сотрудников Один из них До сих пор Находится В больнице Третьего Вынудил Вытащить Из пустой Обоймы Выбросить Ее в кусты Сотрудниками МГБ Удалось Задержать Его Только После Ареста Сожительниц В обмен На ее Освобождение Он добровольно Сдался В руки Правосудия Сразу Жел Помещен Под усиленный Контроль Через месяц Переведен Спецобъект Бункер 4 Личное Качество Арестованная Обладает Высокими Интитутальными Способностями Угрюм Немногословен И На весе Вывести Крайне Тяжело Вынослив Слабочувствительной К физической Боли Владает Широким Кругозором И волевым Характером К сотрудникам Относится Холодно Сотрудничать Согласился Прошел Проверку Наличие Способностей К биоволновому Воздействию Результат Положительный По 18 Из 20 Пунктов Определен Категорию А и попадает Под особые Правила Согласно Предписанию То есть Неделю назад С нами Разговаривал То есть Вот это Деление Это ТХ2 Вот это Суперусиленная Комната Которая Типа Должна Мешать И Изолировать Да Но с другой Стороны Она Нифига Не помогает Потому что Он С нами С мертвых Разговаривает По ходу Или как Ну давай Кассетку Послушаем Эти игры Опасны Очень Опасны Неправильно Истолкованная Мысль Приводит К смерти На На Ваш Последний Вопрос Я Отвечу Так Да Можно Привыкнуть К боли Но Привыкнуть К страху Нет Это Вряд ли Сила Страха В том Что Его Не Существует В Реальности В этом Смысле Страх Как Бог Его Нет Но В него Невозможно Не верить Да То Игра Так Так я Че Игру Сломал Что Не Понял Ничего На самом Дело В том Что Получается Что Нам Просто Транслировалась Запись Она Оказала Что Она С нами Разговаривает А Кто Ее Включал Тогда Если Все Поехали В любом Случае Ладно Не буду Больше Трогать Эту Фигню Пока Оставим Все Это На Теории Я В любом Случа Не Понимаю Что Делать Дальше И Что Я За Хрень Подобрал И Куда Я Видел Там Дверь В конце Предполагаю Что Там Разлита Ртуть Без Защиты Входить Опасно Но Она Была Недоступна И Еще Есть Дверь Там Где Жмурик Лежит Давай В эту Попробуем Сначала Поломиться А Че Мне Остается Через Тоннель Метро Я Смогу Выбраться На Поверхность А Откуда Здесь Тоннель Метро Не Не то Чтобы Я Возражал Но Кто Тут Даже Рельсы Проложил Ладно Пошли Ладно Пошли Пока Пока Не Увидел Станцию Не Привлекая Внимания Я Выбрался На Поверхность В глаза Мне ударил Яркий Солнечный Свет На Поверхность На Поверхность Стопотворение Инженера А А Я Вспоминаю Слова Своего Деда Который Сказал Однажды Проживи Жизнь Так Чтоб Тебя Потом Добрым Словом Вспомнили Это Все Ну Ладно Я Даже Не знаю Что Сказать На Сам Деле Потому Что Как И Сублю Струм Фобос Оставило Довольно Больше Вопросов И того Как Хочешь Вот Это Вот Крути И Как Хочешь Понимай Да По Прежнему Сопровождение К Гре Делала Группа От Нистерия Как И С Первым Проектом А Эксперту Криминалисту За Реквизит Значит Они Это Дело Как Действительно Делали Ну Видимо Это Все Да Видимо Это Все Давайте Вот Так Оставлю И Давайте Немножко Порассуждаем Я Не Могу Сказать Что Было Прям Вот Страшно Страшно Или Какая Гнетущая Атмосфера Ну Как Сказать Тут То Действительно Сан Спинс Какой То Такой Вот Есть Нагнетание Есть Но Вот У меня Возникло Такое Ощущение Что И В советскую Обстановку Это все Не додавили Потому Что У меня Иногда Были Какие Диссонансы Вполне Современной Болгарки Например В 53 Году Я Не Уверен Были Они Или Нет Скорее Сего Что То Похожее Было Но Но Вряд Л К Вопросу Нагнетание Обстановки Слишком Спокойные Голоса То Не Хватало Каких Скриков Иногда Шорох Может Быть Чего Такого Да Вот Шебуршун Он Конечно Страшный Но Это Все Что Есть В Игре Страшное На Самом Деле Ты Постоянно Находишься В Ожидании Чего А Этого Как-то Не Получилось Немножко Я Хочу Так Сказать У меня Возникло Ощущение Что Не Получилось В Советскую Эпоху Потому Что Иногда Это Очень Сильно Ломалось Стереотипно То Ты Как-то Теряешь Вот Этот Флер Именно Советской Эпохи Ровно В тот Момент Когда Заходишь Лабораторию Понимаешь Что Здесь Проводили На самом деле Ужасные Эксперименты Флер Саспенс Хоррора Ожидание Ожидание Страшного Скажем так Он Вроде Как Здесь Постоянно Присутствует Но До Время С Этим Как-то Все Таки Слабовато Был Выражен Ну То Ты Не Ощущаешь Я Допустим Не Могу В масштабах Вот Этого Бункера Представить 500 Заключенных Вот Я Вот Просто Не Могу Представить Как Туда Можно Было Их Как Чуть Чуть От Этого Бункера Но Есть Вопросы Есть Вопросы Про Самого Героя То Есть Он Вроде Как Обычный Мужик Который Попал Во Все Это Тупо Случайно Но Одновременно С этим Он Слышит Пантомные Речи Да Тут Нам Об Этим Явно Говорили Он Его Не Удивляет Что У него Кто-то Метро Неожиданно В этот Бункер Проложил Как То Почему То Я Не Очень Этот Момент Понял Если Честно Но Хочу Сказать Что В очередной Раз Все Равно Получилось Довольно Атмосферно Довольно Я бы Тоже Сказал Продуманно Как То Веришь Что Что Здесь Происходит Здесь Все Логично Здесь Все Последовательно В Плане Именно Игровом Здесь Очень Мало Действий Их Было Мало Вот Все Так Относительно Сублюстром Прям Взаимодействии По Минималке Причем Это Все Были Вполне Понятные Логичные Взаимодействия А Чтение Некоторых Документов Можно Было Сделать Как Аудиозаписи Это Было Бы Несколько Получше К Вопросу Таких Дневников Может Быть Трупных Обследований Например Вот Озвученных Это Было Бы Классно Потому Ганатом По сути Своей Он Как Бы Мог Бы И записывать Исследования С какими Звуками Может Быть Какими Моментами Отчетами Скажем Так Смотри Вот Было Классно Аудиозапись Такой Типа Вот Идет Отчет О Расстрелах И На Фоне Еще Голоса Ставь Огонь Пли И Это Все На Фоне И Как Будто Их Расстреливают Пачками По 10 Еще Одновременно Чувак С этим Сделает Запись Отчета И Понимаешь Вот Это Было Бомбезно На мой Взгляд Находить Такую Кассетку И Прям Слушаешь И Понимаешь Что Ее Писали Именно В Моменты Расстрелов Но Я Не Знаю Вот В этом Плане Немножко Не Дожали Много Текста Мало Толка Скажем Так Все Равно Хорошая И Даже Не Учитывая Тот Момент Что Я Делали Именно Ну Русская Студия Питерцы Оно Все Таки Надо Понимать Что Есть Куча Классных Эффектов Здесь Вот Эффект Ношения Противогаза То же Самое Было У нас Когда Мы Залазили В Колокол Сублюстр Очень Много Таких Моментов Которыми Я могу Провести Параллели Но Сублюстр Это Был Трип По Мозгам А Здесь Вполне Обоснованная История Которая На самом деле Можно Понять Как Угодно Абсолютно Как Угодно Как Угодно Ее Повернуть Потому Что Конкретно Тебе Ничего Не Говорят С одной Стороны У нас Обычный Электромонтер Который Попал Вдруг Вот Так Волей Случа Выдернули Как Специалиста С другой Стороны Мы Понимаем Что Он Не Обычный А Может Он Все Так Обычный Но Он Как Сконнектился С этим Глазом Да Там И Как Ты Им Управлялся Значит Он Все Так Не Обычный А Может Это Побочный Эффект Газа Которым Он Надышался А Может Все Это Вообще Глюк И Сон Ежа Ну В общем Точно Рассказать Историю Невозможно Но Надо Понимать Что Здесь Опять Очень Много Подоплеки То Есть Почему Именно 53 Почему Именно Время Смерти Сталина Почему Нельзя Был Любой Другой Период Там Когда Держинский Управлял КГБ Или Просто Рассказать Вот Такую Историю Это Очень Важный Момент Потому Что Как Мне Показалось Здесь Говорится О Том Что Все Таки Вот Этот Момент С Культом Личности С Какими Политическими Идеологиями Все Это Несовершенно На Сам Деле Мы Будем Продолжать И Продолжаем Жить Несмотря На Политический Строид На А то Будет Ли у нас Тирания Монархия Анархия Демократия Что то еще Человек Всего Лишь Человек У него Есть Обычные Жизненные Потребности И Просто Тягу Жизни Рождение Детей Внуков Так Далее Ну То есть Вся Полит Идеология Она Никому Нахер Не Нужна На самом То Деле Все Это Такое Это Все Такая Ширма Которая Ну Как И Ой Короче Все Вы Меня Поняли Друзья Мои Вот Такая Игрушечка 2010 Год 10 лет Игре Довольно Достойно Есть Прям Обалденные Вещи Абсолютно Классные Уникальные Есть Что то Какая то Своя Атмосфера Какая то Своя Определенная Душа Да Игра Не идеальна У нее Есть Косяки К вопросу Именно Ну Я не знаю Мне Было Не очень приятно За то Что пульт Не запускался Потому что К нему Не была Не прилеплена Бумажка То есть Когда мы Прилепили Бумажку Все Стало Запускаться До этого Не запускалось Бумажка По идее Никак Не влияет Даже Более Того Скажу В жизни Перегоревшая Лампочка Индикации Не влияет На работу Самого устройства Это просто Лампочка Индикации Она Ни на что Не влияет Абсолютно Хотя В игре Это важно Было Это странно Это странно Когда пытаются Делать достоверно В общем Технически Есть свои Некоторые Огрехи Визуально Хорошо Не Прям Не топчик Но очень Хорошо История Захватывающая Довольно хорошая Очень Грамотно Выбрано Время Происходящего Вот этой Сумбурной Сумятицы Да А В целом И вопросы Игра задает Она не ощущается Как сублюстром Чем-то Вау-вау Но Свои Честные Около Семи с половиной Она более чем Заслужила Она не сложная Она недолгая На самом деле Ее можно было Просто быстрее пройти Я Уж очень уделял Много внимания Всяким записочкам И так далее Но в целом Класс Что-то я все никак Говорю И не могу Договорить Потому что Я что-то хочу сказать Но не могу понять Что именно Это странное ощущение Поэтому просто Огнись Заткнись И попрощайся С людьми Да, друзья Такая вот игра Делитесь своим мнением Потому что Мое мнение Оно очень смешанное Но оно смешано В хорошую сторону В положительную сторону Я Не могу Ее как-то Философски Разложить Ну то есть У меня много мыслей По этой игре Которые Ничем не подтвердятся И никак не будут Обоснованы Поэтому Очень странное Впечатление От игры Но мне понравилось Вот в плане игры Именно Мне понравилось Меру Всего в меру Даже местами Мало Вот мне не хватило Нагнетание Обстановки Нужны были Какие-то дополнительные Сопроводительные Какие-то моменты В любом случае Во время этого прохождения С вами был Огнич И До новых Игр Всем Пока Субтитры